Я командир 3-го штурмового завода 110-го полка отряда шторм-лейтенант Махмута Вадима Дуартовича, 10-го, 11-го, 1993-го года рождения. Я младший лейтенант Чаловшин, командир 2-го штурмового завода 110-й штурмовой бригады, 28-го февраля 1981-го года рождения. Я капитан Макаров, командир 1-го взвода 110-й бригады штурмового ряда Штормова. Хочу обратиться к командованию 110-го полку ДНР Донецкой народной милиции, к их халатности, то, что каждый раз он отправляет нас просто на убой, как мясо, не мимизируя наши потери. Первое, то, что мы еще вам сказать, нету еще удовольствия, которое было обещано нам с стороны Министерства обороны и с стороны ДНР. Второе, то, что я хотел сказать, также нету по вооружению автоматы все 80-го года. Магазинов элементарно не хватает, БК на исходе не выдается. Мины для минометов идут как подсчет, как бы это не смешно было сказано. Техника данная находится у нас всего лишь в БМП. Первое. Второе, я ни разу не замечал в нашем отряде. И на других направлениях где-то хотя бы, когда выходило наступление. Со своей стороны хочу добавить к словам лейтенанта Махмутова, что морально-психологическая поддержка подразделений вообще никакая. Личный состав боится выходить на передовую. То есть, там как раз нету ни поддержки, ни авиации, ни техники нету. Чего вообще, для чего нас посылают? Просто тупо как мясо, как фарш, чтобы нас искоренить? Хочу поддержать своих офицеров о том, что при оправлении личного состава на шторм происходит на 200-е, 300-е, которых мы вытащить не можем. Из-за того, что происходят выстрелы и обстрелы, и последним нашим выездом, в согласии личного состава, так что захотелось у нас с БК, у нас воевать нечем будет. И давалось 4 магазина на каждого солдата, на что мы решили добровольно сдаться в цели и солдаты. Продолжение следует...